Продолжение следует... 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 Соблюдение этих расстояний, хотя они давно отменены. И можно было бы в этом документе сказать, что те требования, которые в процессе совершенствования норм отменены, они на всех стадиях разработки проектной документации могут не учитываться. Где это написано? Нигде. А мы все время по инерции начинаем проектировать, проектировать, проектировать. Вот этот момент, помню, сейчас совсем не лучший вариант. Ну и еще мое мнение очень строгое. Хватит играть в добровольность и обязательность. Но закончить эту проблему-то надо. Надо, извините меня, внести изменения в закон о техническом регулировании. Не убрать добровольность. Не может требование быть добровольным. Это противоречит и юридической науке, и существу норм норм. Норма есть норма. Ты ее обязан выполнять. А мы все, извините, добровольное применение. А вот он, я считаю, что сейчас, посмотрите, что произошло. В 815-м постановлении правительства все документы общественные, которые есть, за исключением СП-59, там, сейсмичности, там, 3-4 документа, они все превратились в добровольные. А приходите в экспертизу, вы знаете, на эти постановления вообще никто не обращает внимания, так записано в степи, выполняет. Записано в степи, выполняет. Получается, что разные организации, несящие разную ответственность, они по-разному предъявляют это требование. Они по-разному предъявляют, по-разному подходят. Для них норматив, он обязательный, он как эксперт, он не может по-другому. Он ткнет тебя носом в этот пункт и говорит, выполняй его, все, ничего не знаю. Преодолеть это можно было бы только, конечно, вот созданием документов и каких-то поясняющих записей к этому документу. Вот. Но еще один момент, который меня немножко смущает. Мы все время говорим о том, мы заявляем о том, что мы сокращаем количество нормативных документов. Регулируем все остальное. А вот я сейчас смотрю по всем этим, особенно развитие документов 131, 1500, все больше, больше становится. А актуальность СССР-4 все меньше, меньше. Мы выбросили оттуда требования по котельным, мы выбросили оттуда требования по автостоянкам. А зачем выбросили? Может быть, бы целесообразно было туда внести дополнение, а не создавать новый документ, который бы, извините меня, не одел. Я не призываю к тому, чтобы отказаться от всей этой серии 131. Наверное, по каким-то объектам это нужно делать. Но поверьте мне, что рано или поздно между этими документами будут возникать противоречия. Как сегодня противоречия существуют между СП-2 и тем, федеральным законом. СП-2 практически всю таблицу по обнестойкости здания развалила абсолютно точно по наружным стенам. Вы сегодня наружных стен, той обнестойкости, которая записана в таблице, вообще не можете сделать. Из-за противопожарных поясов, из-за примыкания противопожарных перегородок, всего остального. Посмотрите, перегородок с не набереваем пределом обнестойкости. Вы не найдете наружные стены в пределах обнестойкости 15-30 минут, которые сегодня записаны в этом нормативном документе. Не найдете. И что получается? Тогда зачем это? Все мы производим. На это же надо обращать внимание. Если мы проводим политику и закон для нас обязательны, я не возражаю, что какие-то органы закона можно усилять. Но не на такой же степени. Или, допустим, по вопросам безопасные... Вот особенно сейчас острый вопрос стоит. Это вопрос безопасности инвалидов. Я вот посмотрел, я дал свои предложения по СП-1. Написали, что в зону безопасности от любого местонахождения места должен проходить коридор с пределами обнестойкости, в которые не должно выйти ни одно помещение. Ну вот, я не знаю, смотрят проектировщики на эту запись. Эксперты с нас требуют выполнения этого пункта. А скажите, пожалуйста, как в больнице это выполнить? Что надо делать? Параллельные какие-то коридоры, которые из каждого помещения ведут в эту зону безопасности, что ли? Нельзя этого делать. Поэтому надо очень аккуратно подходить к содержанию требований по этим моментам. Ну и еще один момент, на который я хотел остановиться. Мы все время ссылаемся на советскую нормативную базу. Я, будем говорить, основоположник, один из разработчиков многих нормативных документов. Ну, поверьте мне, что они создавались, исходя из совместных требований экономики, совместных требований гостроя, совместных требований челюсти. Подходили общие вопросы. Но сейчас-то мы уже должны проанализировать этот момент. Вот мы, я в прошлый раз говорил, откуда вышел 1,2 квадратных метра естественного освещения. Задал вопрос. Молчание. Никто из СССР не может объяснить этот вопрос. В смысле, здесь, Сарченко. Да, объясняет. Эта величина должна быть существовать только для лестничных клеток L1, L2. А для незадумляемых клеток это дополнительные требования, которые никому не нужны, и оно висит в воздухе. Следующий вопрос. Мы начинаем проектировать, извините меня, требования пожарной безопасности к жилым домам, исходя из чего? Из жилой площади. А жилая площадь это показатель пожарной безопасности? При сегодняшнем-то условии. Никакого отношения жилая площадь не имеет. Значит, нам нужно вносить понятие количеством квартир, количество проживающих людей. Вот это наше понятие. Расстояние на этой поле удаленной точки это наше понятие. А пользоваться и ссылаться на это идет. Ну, я могу сказать, вот у меня сейчас есть один из юридических живых домов, где квартира 350 квадратных метров. Три квартиры. Так надо мной издеваются, как только могут. Причем все. И со стороны, Митрий Михайлович, ваших специалистов, и с этих. И говорят, я говорю, три квартиры, 12 этажей. Зачем там лестничная клетка L2 плюс L3? Ну, объясните мне, пол Москвы стоит с лестничными клетками L2 чисто. Пол Москвы. И никого нету. А все требуют, давай, давай, давай. И вот этим... И ничего не происходит. Что? И ничего не происходит. Зачем? Зачем мы усиляем эти моменты? Причем я еще раз говорю. Но есть моменты, на которые надо обращать внимание. Вот простой момент тоже. В Серпухе я занимаюсь проектированием металлического моста через железную дорогу. Я уже не слова, чтобы задавал этот вопрос. А первый вопрос, который стоит, а какая функциональная пожарная опасность пешеходного моста? В Московской области приняли, что это 5-1. А с какого, извините меня, основания это 5-1? То есть есть категория сооружений, есть категория объектов, которые не имеют функциональной пожарной опасности. Но в законе об этом нет ни слова. Надо обязательно... Дымовая труба, извините меня, это сооружение, которое находится в сооружении промышленных предприятий. Вот надо реконструировать дымовую трубу. В МСК требует ставить функциональную пожарную опасность. Это требование, извините меня, 87-го постановления, это требование всех документов, которые... Какую функциональную пожарную опасность поставим в дымовой трубе? Ну, смешно, но это смешно до тех пор, пока ты не встречаешься с экспертизой, если тебя не начинают соответствующие требования пожарной безопасности. Еще один момент, который бы хотел обратиться и к главку, и к ВНИПО. Но очень много новшеств, инноваций. Скажите, пожалуйста, как мы с вами реагируем на эти инновации? Инновации, которые сегодня звучат. Я посмотрел, ведь вот в тех изменениях, которых есть, извините меня, очень немало, очень мало вопросов, которые отражают сегодня инновации. Вот простой вопрос. Я увидел статью тут в метро, что строится очередной объект, который в подвале будет сообщаться с объектом метрополитена. Найдите ответ на этот вопрос в ходу о нормативном документе. Нету. Следующий вопрос, извините меня. Мы сейчас, медицинские учреждения, вот в Москве появился стандарт плюс. Обратите внимание, там стоимость одной медицинской установки миллиона долларов. Мы должны защищать газовыми установками пожаротушения, по идее. А можно это делать в медицинском учреждении или нет? Кто-то прорабатывает этот вопрос или нет? Или сейчас вот мы поставили вопрос о преобразовании нашего, извините меня, образования. Мы насыщаем школы самой суперсовременной электронной техникой. Как-то это находит отражение. Это же надо посмотреть, анализировать и придумать. Если надо делать, значит, что не надо. Если не надо делать, тогда надо обосновывать, что никаких мер дополнительных принимать не надо. Или следующий вопрос, который тоже очень актуален для, извините меня, России. Мы возгласили газификацию всех семи населённых пунктов в Сибири. Но знаете, к чему это приведёт? Первый вопрос. Кто-нибудь смотрел на те деревянные жилые дома, которые мы с вами должны газифицировать? Кто-нибудь смотрел, а что мы будем делать с той древесиной, которая ранее, жильцы этих отделов, очищали соседние лесные массивы от сушника, от упадок и сжигали в печках, встроили с них заборы и всё остальное. Куда-то эту древесину надо девать. Если мы её не будем убирать и не поставим вопрос с нашей стороны, мы к чё придём? Мы придём к тому, что вот, к сожалению, ушёл на коллега из Красноярского края. Каким образом мы будем защищать населённые пункты от пожаров в лесах? Если мы сами не поставим этот вопрос. Мы должны поставить этот вопрос именно в нормативном плане, именно в подходах. Ещё один момент, один вопрос идёт. Ну, издевательство над лифтами для пожарных. Я могу сказать, это вообще, я думал, что я посмотрел, мне сказали о том, что вносится изменение в СП-4, пока не видел этих изменений, но пора это закончить. Мы начинаем пожарные лифты из-за наличия маломобильной группы населения засовывать во все здания, которые только существуют на территории нашей... Это что, лоббирование интересов заводов-производителей лифтов для пожарных, что ли? Но не делают. Дело спасения, каким образом, как будут спасать этих людей и всё остальное, это дело пожарных подразделений, будут они их выносить, ввозить или всё остальное. Это дело пожарных подразделений, но никак не делая, извините меня, нормативной базы. Зачем мы туда это дело вставили, и теперь сами же на это натыкаемся, и с нас постоянно всё давали им для пожарных. Это значит... К чему это приводит? Это означает подпор воздуха. Подпор воздуха тащит до удаления, когда надо и когда не надо, извините из этого здания. И мы на это накладываем дополнительные, дополнительные, дополнительные требования пожарной безопасности. Ну, по огнестойкости, по СП-12, я уже сказал, не буду повторяться по этим вопросам. Несколько слов об обложении требований пожарной безопасности. Ну, я вот уже передавал, так сказать, тихонечко, так, чтобы мало кто слышал, и все мои, так сказать, вопросы, которые я вижу, и негатив в это, я всегда сообщаю в отдел, нормативно-технический, главка, это для меня святое. И говорю, где какие ляпы есть, где как написано, не там. Один вопрос. Ну, вижу очень положительную реакцию на этот счёт, но приводить к примеру не буду. Очень иногда такие редакции идут, которые имеют и двойное таблание, и самое основное никакого отношения к пожарной безопасности не имеют. Вот простой вопрос, который, последний вопрос, который вышел из экспертизы. Записано, что ширина лестничных площадок должна быть не меньше ширины лестничных маршей. Простой вопрос, который всем очевиден, всем работникам пожарной охраны. А мне он оказался неочевидным, потому что я всё-таки создавал эти нормы, записывал эти требования. Мы сейчас этим показателем не оперируем. Мы оперируем шириной прохода по марше лестничной клетки и шириной прохода по лестничной площадке. Вот какой критерий ставка, а не ширина марша. У нас во многих зданиях ширина марша не соответствует ни ширине площадок, ни этой. Не может она соответствовать, потому что нужно установить перила с одной стороны, с двух сторон. Поэтому получается просто тот проход в свету, который нам необходимого поможет. Вот и всё. Это надо учитывать. Это надо учитывать. Так, ну и, значит, я могу сказать очень хорошо, что сегодня прозвучал вопрос о заболосновании СТУ. Это опускает. Но надо завершить эту тему. Мы начали, успешно победили, да, успешно решили и победили вопрос, связанный с разделением полномочий. Но надо попросить, чтобы не строить всё-таки пункт третий своего 734 приказа. Включил тот пункт, по которому согласование СТУ по каждой гражданой безопасности не требуется. А то получается половичное решение. Вроде один пункт говорит, первый пункт третий этого приказа говорит о том, что не надо согласовывать. И следующий пункт говорит, что в тех случаях, когда не требуется согласование, ссылки на этого пункта нет. И получается, как бы, что постоянно будируют и ведомственные экспертизы. Давай, давай, давай. Ну, надо просто добить этот вопрос и решить эту проблему. Ну, и мои знаменитые вопросы. Информация, информация, информация. Нужно так, чтобы информация, которая обрабатывается и по которой принимаются принципиальные решения, доходила до проектных организаций, эксплуатирующих организаций и доходила обязательно до строителей. Не хватает этой информации. Приходится, извините меня, иногда по совершенно очевидным вопросам прикладывать такие усилия, которые есть. Ну, могу привести пример детского сада. В нормах детского сада написано, что востепленные перегородки должны иметь решетки. Должны иметь решетки, если вы применяете обычный стеколь. Но ведь есть ГОСТ, который говорит о том, что есть стекла с усиденными соответствующими показателями, типа А4, А3, которые имеют повышенные прочностные характеристики. А мы об этом вообще ничего не говорим. Мы решили этот вопрос, договорились, а потом на саде какой-то опять этот вопрос идет. Давай ставьте решетки, и все. Зачем ставить решетки, если вы даже молоком это стекло разбить не можете? Ну, и я благодарю всех за внимание, так сказать, о том, что любой способ получения информации, которую мы сегодня имеем, действительно, очень хорошо, что главк стал публиковать заключение по СТУ. Очень сильно помогает это и всем действующим, можно на них ссылаться и все. Но там вся информация только с 2019 года до 2019 года, как такой информации, к сожалению, нет. Продолжение следует...